Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уже на опытно-боевом дежурстве. Ракета в 10 раз быстрее скорости звука и в 5 раз быстрее американских носителей. Серьезная угроза в том числе подводным лодкам. По планам опытного боевого дежурства и полетов на боевую подготовку комплексом выполнено более 250 полетов. Летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Успешно прошли испытания и новые крылатые ракеты с компактной ядерной установкой. Еще недавно это было научной фантастикой. Корпус всем известной ракеты ХА-101, но возможности уникальны. Стартует она на обычных пороховых двигателях, потом запускается ядерная установка. Все это нужно сделать очень быстро. Уникальность этого оружия в том, что оно может быть и тихоходное, не так как кинжал гиперзвуковой, но у него есть одна особенность. Она летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет обнаружение ее практически. Обнаружить ее можно на самом подходе к цели. А возможность ее маневра делает ее также неуязвимой. Она может нести любой груз на любые расстояния. Сутками может летать. Испытания прошли на Новой Земле в ноябре прошлого года и вызвали, по словам разработчиков, неподдельный интерес западных партнеров. Следили и корабли, и самолеты НАТО. Но вот просчитать траекторию не смогли. В отличие от баллистической, это просто невозможно. Иллюзии американского военного превосходства растаяли на глазах. Тот пуск, который был проведен на Новой Земле, на полигоне Новой Земля, на центральном полигоне Министерства обороны, еще раз подтвердил требуемые характеристики крылатой ракеты с ядерной новой установкой, что открывает работу для дальнейших шагов в этом направлении. Шагов совсем не обязательно военных технологий. Открывают новые возможности и для гражданской промышленности. В первую очередь, это, конечно, медицинское оборудование. Тут размер имеет значение, как, впрочем, и при строительстве атомных ледоколов, или производстве суперкомпьютеров. Небольшой, в то же время мощный источник энергии – ключи к новым открытиям в космосе. Планируется начать производство атомных батареек, основанных на радиоизотопе Никель-63, в котором идет преобразование бета-излучения в электрическую энергию. Такие установки могут использоваться и в медицине, и для космических целей. Мобильная боевая лазерная установка тоже поделилась технологиями вариантов. Применения немало – хоть металл резать, хоть наносить гравировку. Вообще, оборонные предприятия с каждым годом будут увеличивать объем производства гражданской продукции. И речь, конечно, не о титановых сковородках. Потенциал, говорят эксперты, огромный. Тот случай, когда оружие служит миру и в буквальном смысле, и в качестве холодного душа для горячих голов. Комплекс «Авангард», который будет окончательно готов к концу года, как раз из таких. И это не угроза, просто еще одна попытка предложить разговор на равных ради мира. Если и декларировать применение ракетно-ядерного, то только в ответ на применение противника. Поэтому я хотел бы еще раз отметить, что и комплексы наши, как «Сармат», так и «Авангард», они только в ответных действиях предусмотрены применением. На языке военных оружие – возмездие, как и все остальные разработки. Никаких договоров Россия при этом не нарушала, лишь развивая систему собственной безопасности в ответ на очевидные угрозы. Новые образцы вооружений, по крайней мере, на 10 лет опережают конкурентов. Но это не значит, что кто-то хочет напугать мир. В оборонной доктрине России вообще нет речи о превентивном ядерном ударе. Только в ответ. Чего не скажешь о таком же документе Соединенных Штатов, в котором, кстати, Москву называют одной из угроз. А ведь имя той единственной страны, применившей свой ядерный арсенал, еще в прошлом веке, всем хорошо известно. Бомбу, сброшенную 6 августа 1945-го на Хиросиму, американцы назвали «Малыш», но вряд ли. Кому-то там показалось мало. Десятки тысяч погибших, а через три дня – новые жертвы в Нагасаке. И снова оригинальное название смертоносного заряда – «Толстяк». Никакой военной необходимости в этом не было. Япония и так была на грани капитуляции. Зато всему остальному миру стало ясно, кто хочет быть его хозяином. И если есть возражения, нужно иметь свою бомбу. Так, собственно, и появился ядерный клуб. Официально в нем Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия и Пакистан. Но есть, конечно, и неформальные участники. Например, Израиль. Тот случай, когда все знают, но не говорят. Это уже давно стало предметом шуток. В первую очередь, кстати, в американских сериалах. Мы разберемся. Мы собьем этот самолет, и проблемы больше не будет. Не будет? Пакистан применил ядерное оружие против Израиля. Они уже объявили войну. Мы нанесем ответный удар ядерным оружием, который у нас, возможно, есть. Еще как есть. Един. Сериал, кстати, о том, как американский госсекретарь пытался предотвратить ядерную войну. Но вот реальная, не киношная администрация, как будто старается приблизить конец цивилизации. Иначе как объяснить все ту же новую военную доктрину Белого дома? Судя по предварительным данным, президент Трамп намерен дать разрешение использовать американское ядерное оружие против неядерных держав, чего раньше не было. Одним из последствий этого может стать присоединение новых стран к ядерной гонке. И они уже участвуют в забеге, хотя бы из банального чувства самосохранения. Политика вмешательства, которую вели и ведут Соединенные Штаты в разных точках мира, является отличным стилом к тому, чтобы государства, которые не хотят стать объектом такого вмешательства, развивали ракетные ядерные технологии. И, безусловно, северокорейский режим этот урок выучил. Урок и Ливии, и урок Ирака. И кто в итоге представляет большую опасность? Северная Корея и Иран или страна с гигантским военным бюджетом, привыкшая разговаривать со всеми с позиций силы? Взять хотя бы реакцию американских генералов в Пентагоне. На днях заявили, что подводные лодки ВМС США способны уничтожить Россию. То есть налогоплательщикам не о чем волноваться. Соединенные Штаты по-прежнему готовы превратить все живое на планете в ядерную пыль. На этом фоне заявление группы сенаторов, написавших открытое письмо госсекретарю с требованием начать, наконец, диалог с Россией о глобальной безопасности, выглядит настоящим прозрением. Кирилл Бранин, Евгений Морозькин, Алексей Белов, Павел Моисеев и Андрей Масляхов. Воскресное время. Первый канал.